Считаю, что это халтура. Даже коридора просто нет. Вот тоже, да, вот все вот так засирает, а потом удивляемся. О, тут открыто коллекторное. Вот это лучшая подрезка. Тут вот, что что-то у них пошло не так. Качество. И вот потом сверху клеят прям вот на это все обои. Полис, красавчики. А здесь строительство, смотрите, что забыли ухо. О, смотрите, какая здесь отделка-то совсем другая. Управляющая компания, в принципе, не брала трубку. Ну, утеплитель здесь достаточно старый, выжженный солнцем. Ну, знаете, мы с вами в какую-то заброшку зашли. О, по ощущениям, мне некомфортно там. Вот, сад у нас сдают 1 сентября. Оголенные провода видны. Обычно этого нет. Слушайте, подвал хороший. Но вот так, конечно, не должно быть. Вот, место для бомжей. Пойдемте. Мамочки. Не бойтесь. Проблема по лифтам, в принципе, во всех парадных абсолютно. Есть. Ура. Вот так должно быть. Где не работает ни одна из розеток. Частичная пена есть, частичная пена нет. А, что у нас там? Намного лучше, чем в первую очередь диполиса. Здесь тоже рельефа нет. Здесь на обоях текстуры уже нет. Немножечко пыли, штукатурочки и всего остального. Ну, здесь я, конечно, не понимаю, что они не могли подводку нормально сделать. Помните, я вам там показывал в коридоре то, что дефекты у вас были под красом? Да, здесь, конечно, смотрите, друзья, мыть и мыть. Хотя, в принципе, это мог бы сделать сразу застройщик. Выходим. Нас встречает строительный мусор. Ну, тут, конечно, не хватает клининга. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Приморском районе у недавно сданного жилого комплекса Полис Приморский 2, где уже начали выдавать ключи жителям. Давайте вместе посмотрим этот комплекс, как выдают ключи застройщик, как его сдал и что в квартирах. Погнали! Комплекс. Здесь закрытая территория. Он очень защищен. Проходим мы через пост охраны. Здесь вот такой забор. Красивое зеленение. Фасад смотрится неплохо. Я бы сказал, даже симпатично. Пока не видно, чтобы где-то что-то отвалилось. Посмотрите, какую сделали красоту. Встречает нас приямочек. Там даже сухо. Двор. Большой, красивый. Большое расстояние между домами. Деревьев, конечно, не так-то много. Можно по пальцам одной руки посчитать. Но все сделано. Обратите внимание, как хорошо. Придраться можно только к тому, что окна плохо помыты. Фасады здесь солнышко подсвечивает. Но такими местами кривоватенько. Дворовая территория неплохая. Молодцы. Все красивенько. Сейчас будем искать квартиру, которая нам нужна. Двор действительно хороший. Фасад хотелось, чтобы был ровней. И, конечно, если бы не было бы вот этого литера, то, конечно, было бы больше здесь пространства, чем есть на сегодняшний день. То, что, соответственно, построил и сдал застройщик. И не хватает мне лично немножечко деревьев. Хотелось бы, чтобы их было здесь побольше. Трехэтажный пандус не могли сделать в уровень землей. Тут три ступенечки. Но тут, конечно, не хватает клининга. Сильно не хватает. А кляймеры торчат. Могли бы сделать, чтобы их не было, но это дороже. Система Элти смоется прикольно. Дверь открытая, дверь алюминиевая. Здесь сразу вот эта штука, чтобы вытирать ноги. Заходим сюда. Здесь у нас отмыто все в тамбуре. Хорошие, красивые почтовые ящики с нумерацией квартир по обе стороны. Антивандальное покрытие, чтобы строители все не раздолбили. Проходим дальше. Полис Приморский 2. Управляющая компания. Формат комфорта. Ну, вот все как обычно. Только где лицензия ваша, ребята? Это же положено здесь выставлять. Почему не выставили? Этажность и нумерация квартир. Подъезд у нас проходной. Выход через лечебный марш. Здесь мы уже видим стеклопакеты, которые меняли по гарантии. И с вами идем в лифт. Современный Алекс Лифт. Обратите внимание, как красиво смотрится табло. И здесь, друзья, антивандальное покрытие. Спасибо, Невалинк. Если бы не они, то было бы все как обычно. Выходим. Нас встречает строительный мусор. Все так и должно быть. Штукатурка. Вот, знаете, как крупная шкурка. Классно придумали, сделали. Девятый этаж. Нумерация квартир. Здравствуйте. Выход на лестничный марш. И пойдемте смотреть, что там с квартир. Кстати, из плюсов есть указатели этажности на лифте. Защитные колпачки не сняли. Гарри все синим пламенем. Тут, знаете, какой-то баннер рекламы, наверное. А в ванной комнате уже работает специалист от Авангарда. Нашли и уступы, и пустота. А там тоже пустота, да? Нет, там поцарапанная плитка. Мусор. Вот здесь. Ну да, и здесь, кстати, тоже все. Вот видно, что. Видите, какой чистый. Клин, конечно, не помешало бы. Полотенце-сушитель. О, тепленький. Трубы вот так в открытом доступе. Ванна, кстати, очень большая. Места здесь действительно много. Зеркало можно с подсветкой повесить. Вот видите, тут. А, вот она. Плиточка такая. Или поцарапали, или она такая была. И вентиляция. Вот тоже. Вот смотрите, как, да? Вот они как-то затирку затирали. Извините, такое ощущение. Тут затерли, а это потом затерли. Вот такой переходик. Видите, конечно, очень приятно. Здесь внутренний уголок. Вот так тоже специфический смотрится. Ну так, в принципе, нормально. Была бы плитка белая. Здесь, конечно, смотрелось бы больше пространства, нежели чем есть на данный момент. А еще из нюансов. Ну, про клиник, да, понятно, что ничего не помыто, не отмыто. Авангард сказал, что там большое количество строительного мусора. А ванна силиконом прошли. Держится крепко. Но вот есть такой момент, что вот сюда будет влага постоянно попадать. И куда-то она будет скопываться. Поэтому придется собственнику самому что-то вот здесь выдумывать. Хотя, в принципе, это мог бы сделать и сразу застройщик. Большая кухня-гостиная. Раз большое трехстворчатое окно. Вот еще такое одностворчатое. И выход на лоджию. Тут, конечно, все в грязи. Но пообещали, что сейчас придет специалист лучший. И все здесь отмоет. Технологии мокрого фасада. Из плюсов здесь есть розетка. Не знаю, для подключения, возможно, кондиционера. Но вот куда выходить будет конденсат, уходить непонятно. Наверное, в бутылочку. Здесь очень грязно. Фасады не отмыты. Тут тоже все не отмыто. Большое количество мусора. Таймский вверх красиво смотрится очень. Фасад симпотно смотрится. Более интересный. Да, здесь, конечно, смотрите, друзья, мыть и мыть. Почему вот было не отмыть, а потом уже передавать своим клиентам ключи, непонятно. Обои под окраску. Обычные двери. Такие не дешевые, не дорогие. Наверное, чуть-чуть дороже, чем дешевые. Обои смотрятся красиво. Обои под окраску. Не мешает? Нет. Система отопления. Подводка вот так специфически сделана. Чтобы точно понимать, что вот и горячая вода, это уже подостывшая. Могли бы сделать нормальные трубы. Нормальную подводку подороже смотрелось бы лучше. В общем, ламинат с фаской. Практически, да, он ровный, я смотрю. Здесь есть небольшое расхождение. В той зоне, да, потолок в самой нижней части. Здесь выше всего поднимается. Но на такую площадь и длину, я думаю, что это будет несущественно. А то даже не заметишь. Помните, я вам там показывал в коридоре то, что дефекты у вас были под красом? Да. Подтеки все эти. Не страшно? А высота потолка здесь уже стандартной 2,7, да? 2,77, 2,78, да, как заявлено. Ну, у меня сейчас была квартира, где высота потолка была 2,77. Но у человека был завал по перекрытию 3,5 сантиметра. Да, там потолок вот такой, как бы, чашкой был, такой плошкой, вот. Здесь самая низкая, и когда смотришь над окно, там такая улыбка была, улыбка, да, там ни корней ничего. Это здесь, в полисе? Вот на пятом этаже. Вот, и там уже не 2,77, там уже 2,70, 3,5. Ну, здесь я, конечно, не понимаю, что они не могли подводку нормально сделать к кардиатору. Можно было бы и стены, либо хотя бы нормальную подводку из нержавейки, она бы смотрелась бы красиво. А они вот эти обычные трубы, которые под стяжку прячут. А ламинат такой, вроде, с виду хороший. Да, и он по качеству будет, чем в первом, более серьезный. Ну, вот здесь тоже, да, вот они подрезали, я не знаю, вот такое ощущение, что, типа, подрежь, давай там зубами поднапусаем, ну, как-то вообще, блин, можно сделать. Было просверлить, чтобы красиво все было, ну, это, конечно, такое не очень. А так, конечно, круто, что здесь такое большое количество окон, и она светлая, свет даже включать не нужно. И вид, кстати, у вас здесь хороший отсюда. И детский садик, и школа. Кстати, сверху можем посмотреть, как выглядит двор, симпатично смотрится. О, даже траву, обратите внимание, вот здесь на коммерции посадили, вот реально круто, молодцы. Красиво. Вы знаете, здесь как раз изначально пашню подразумевали, получается, сверху. Тут на коммерцию похоже. А сейчас в сентябре должны сдать как раз спортклуб. А, вот здесь будет спортклуб. Да, полностью, все эти четыре. Двор, кстати, соответствует рендерам? Хватает деревьев? Не начинала. Понятно. Больших перепадов я не вижу, да. И углы не проминаются, как у некоторых. Надо будет еще посмотреть везде. Ну, полиса плесени не было, да, под плентусами пока? Что? У полиса пленени... Я ни разу не находил здесь. Ну да, я тоже не слышал, что кто-то жаловался. Да, если там, не знаю, ты слышишь пик плесени через каждые два слова у человека, то полис, скорее, к этому не относится. Все ровненько, да, приятно. Коридор тоже ровно, да, смотрю? Да, неплохо. Молодцы. Здесь дверь завалена чуть-чуть. Расхлаждение. Да, вот видно, да. Это, скорее всего, дверь такая, на самом деле. Петли провисли. Ну, это регулируется, да. Чуть-чуть перепадение нужно будет. Ну, это регулируется. Ну, здесь есть незначительное распряжнение пик плов. Думаю, что где-то вот в серединке идет бурочка. Да, ну да, вот видно, что он такой. Уборчик там. Небольшие качели, да, есть. Не знаю, обсудим. Если ничего. Не установим. Если ничего, по диагонали стоит. Ну, по идее, здесь какой-нибудь там крыльяш, да, кровать вот здесь вот так должно быть. Вот как раз под нее розетки, которая одна из них немножечко по диагонали смотрится. Они не по уровню стоят. Все не по уровню. Я лепил из того, что было. И дверь, кстати, ручка очень как-то плотная, да, такая? Тяжеловатая, да. Да, ну, как бы, не знаю, ребенок, может быть, даже не откроет. Надо прикладывать достаточно такое усилие. Потому что обычно они намного как-то свободнее ходят. Уже вызвали специалистов регулировки межкогранных дверей. Хорошо. Сделает помягче и слегка полегулированных зазоров. Духкамерные стеклопакеты. Здесь стеклопакет белый. Мне нравится, что штапик, обращая внимание, обычно они все такие квадратные. Здесь он закругленный смутится поинтереснее. Вот еще был бы здесь уплотнитель не черного цвета, а силиконовый. Прозрачный был бы лучше. А здесь, видите, ламинация. Ну, и, конечно, немножечко пыли, штукатурочки и всего остального. Шумоизоляции здесь нет. Но зато здесь хорошо прошли герметиками, соответственно, вот здесь. Ну да, и там так же смотрится убогенько. Это никак не нормируется, просто зазоры по ламинату, но вам их замажут сверху герметиком. На накладки, заглушки здесь никакие не предусмотрены. То есть ни в одной квартире нет. Получается, если только сам приобретешь вот эти круглые заглушки и поставишь. Самостоятельно покупаешь, в цвет ламината устанавливаешь. Здесь застройщик никак об этом не позаботился. Здесь просвет 5 миллиметров, на мой взгляд, не сильно существенно, никак не повлияет на установку мебели. Здесь у вас что будет располагаться? Если шкаф будет располагаться, он не поведет вниз? Нет. Точно? У вас вот здесь вот бугородчик идет. Вот в этой зоне. А здесь они не угол? Не сам угол. У вас здесь идет из-за того, что бугорок, здесь створка открывается. Вы точно до сюда шкаф такой глубины не поставите. А здесь из-за того, что бугорок, образуется такая качель небольшая. То есть неровность на 5 миллиметров составляет, так что не страшно. Здесь под покраску желательно покрасить. Но касаемо малярных работ, не так все хорошо, как по геометрии. Если вот здесь обратите внимание, то здесь мы видим текстуру. Здесь на обоях текстуры уже нет. Просто обои, просто гладкая стена. Тут либо принимать так, как есть, либо решается только переклейка обоев. Ну тут есть еще один нюанс, что косым светом не совсем... Без косого освещения. Вот я стою, смотрю, вот сюда, где зона выключателя. Вот. Мы просто видим гладкую стенку. Не смотря на общую. Ну рельеф есть, но может быть не такой, согласен, как здесь. Ну а после окраса, как это будет выглядеть? Здесь будет гладкая стена, здесь будет стена с рельефом покрашенная. Ну здесь меньше рельефа. А я полагаю, у них просто разные артикулы. Нет, это просто они пытались загладили, растирали, покрасили где-то в один слой, где-то в два слоя. Возможно, здесь было два слоя покраски, поэтому здесь рельефа меньше. Слушайте, ну чтобы такой рельеф, извините, в два слоя забить, там надо 22 слоя. Нет, просто краска, это ж не вода, это ж немножко густотой. Здесь тоже самое, видно то, что вот покрас... Сейчас мы подправим. Здесь тоже рельефа нету, ну то есть рисунка, рисунок отсутствует. Ну здесь больше красили, да, здесь больше, возможно, красили. Да не красили, здесь скорее всего шпатином заглаживали. В общем, это получается критично, вот если здесь сделать, например, какое-то красивое освещение, и оно будет на стены падать, то будет видно, что в одном обои там одни, а здесь другие. И друзья спрашивают, а тебе что, не хватило на обои, ты бы нас попросил, мы бы тебе помогли бы. Вот так вот, видите? Ну а, ну вот это да, там такая... Да, вот здесь, кстати, видно. Белесок? Не, ну видно, такое ощущение, что как будто то ли стенка кривая, то ли пускай. Это видны следы от валика, это видны следы от валика, после повторной покраски, допустим, это уже... А какой краской окрашиваете? Это краска у нас смешанная с грунтовкой. Полосы. Это даже предварительная такая покраска, предварительная. Это от валика. А, валика. Следы от валика. Для улучшения сцепления. Да, сцепление. Краску, говорят, с грунтовкой смешивают. А, можно всегда так, это предварительно покрасили, потому что... Очень многие красят вокруг свой выбранный цвет, это специально... Не продавливается. Вот здесь вот есть проседание небольшое. Справа там до угла? Да, да, вот справа. Вот здесь вдоль правой стены. Так я посмотрел, ламинат здесь нормальный, без вздутий, без трещин. Ну, кстати, симпатично смоется ламинатик. Это ламинат намного лучше, чем в первую очередь диполиса. То есть, если в среднем по 10-15 замечаний можно было найти в первом полисе на одну квартиру, то здесь по ламинату от силы одно-два замечания на всю квартиру, там, в течение приемки можно найти. Он с фасочкой, он выглядит симпатичнее, его проще укладывать. И он выглядит так, что по нему замечаний даже меньше найдешь. То есть, можно просто-напросто что-то не заметить, но, соответственно, что очень хорошо. Здесь коридор, реально, малярные работы. Вот еще раз он красит. Нет, это угол, там полуголь были вопросы. Перекраска эта, к сожалению, никак не решится. А, тут еще выключатель не работает. Работает, все хорошо. А, он плохо работает. Электрик не подходил к нам? Еще не подходил, да. Лайфхак. Здесь есть один контур, но нет второго. Здесь нигде, видите? Людям сами говорят, застройщик, покупать самому ставить. Да, да, да. Сэкономили. Ну-ка. Вон, видите, как она ходит. Нет, ну это не худшая дверь, поверьте. Не худшая, да, согласен. Но не лучшая. Два процента, три, поменяю входные двери. Остальные оставляют эту дверь. Это лучше показать. Потому что покупают для сдачи в Инду. Нет, ну, сколько процентов же не могут покупать? Могут. Ну, уже. У нас, кстати, очень много кто сгорает. Ну, не знаю, но по дверям, нареками, ну, только если декоративная дырочка, точечка, а так по качеству. Да, моменты эстетические, отсутствуют заглушки, подкрасить, поджать чуть-чуть. Ну, кстати, да, почему сразу. Вот смотришь здесь, ну, видно, что утеплитель и шумоизоляция. Кстати, по проекту, извините, если уже сюда касаться, вот этой вставки по проекту не предусмотрены. Предусмотрены только вот здесь заглушки. Сюда не предусмотрены. Ну, и странно, что один замок, конечно, давно уже все два ставили. Ну, зато есть ночной сторож. Ну, ночной сторож у всех есть, еще раз, кроме ночного сторожа, есть шикарная, даже не цепочка, когда такая железка вставляется, и дверь не открыть, и не откинуть ее. Так, что у нас там? По нулям. По нулям. Так, вот, раз, давайте дверь закроем. У нас тут окна все открыты. Я сейчас рекомендую, вот так вот делать, это 100% молодец, контролер ваш. Канал пробит. Он все делает правильно, и сейчас вытяжка будет у вас великолепно. Держу. Пошло, да? Конечно. Ну, что-то маловато, 0,72, сколько он там должен быть? Ну, уже выше нормы. Это при температуре, юмк-то-сход, при температуре 30 градусов жары. А температура все-таки имеет значение. Метр. Если сечение уменьшить, вот так вот. Ну, 2,2. Ну, нормально. 2,1. Ну, это если уменьшить. Ну, вопросов нет. Да, значит, вентиляция работает, но... В общем, получается, решетка стены перекрывается. Я все рекомендую. Конечно. Погодные условия не позволяют все скорректно проверить вентиляцию. У нас должен быть перепад между улицей и помещением хотя бы град... 5 градусов уже, да? Градусов 15. А, 15 даже. Да, 15 градусов. А сейчас на улице 30. В октябре, зимой позовите. Должна и вентиляция работать, и можно будет тепловизором все окна проверить. А вентиляция будет работать еще лучше, потому что на улице... Холодно, да. Вот и проверим. Ну, самое главное, чтобы достичь, потому что она угловая, и это очень важно проверить все... Ну, просто да, непонятно, что у них тут под подоконником. Если вы не помените, то есть... Ну, тут понятно, что тут частичная пена есть, частичная пена нет. Когда начинаешь простукивать, то это все слышно. Нет, нет, нет. Должно, у меня к нам один вопрос. Я могу оставить вам эти игрушки? Нет. Ну, кухня, конечно, у вас огненная. Загрязнение, пятна краски. Там разнотон по фактуре. Так, очень сильно ровная. Да, я же смотрел геометрию же. Завалов нет. Получается, да, фонариком светит, он сразу все вот эти изъяны нужны. Ну, видимо, как в углу это все забито. Мусор, да, плохо прошкуренность. Я повторюсь, извините, косым светом не проверяется. Слушайте, ну вот я верю, честно, специалисту из авангарда, потому что у них есть все документы. Нет, но вы тоже знаете, там немножко лукавит, что надо светить. Ну, дело украли. Он, видите, с углом светит. Это не совсем корректно и совсем, так скажем, законно. О, прогиб тут есть. Вот так я поставлю вам эту штучку, и тогда не будет видно черного дельта. Вот он тоже прогибается, прогибается вот этот угол. А мы сейчас иду. Мы сейчас объясним, зачем, что я это не могу отручить. Ну, скорее всего, из-за этой конструкции смазать надо немножко, да? Ну, он тоже, да, все внушно. Ну, а вот герметиком тоже вот везде хорошо прошлись. Понятно. Я на видеокамеру показал, что мы устранили. То, что плохое, плохое, как-то. Вообще, грязнение? Да, загрязнение сильное, конечно. Самое классное у полиса, что вот сотрудник полиса, что вот я понял, в прошлый раз снимал один и тот же. Нет, самое главное, что вы это очень быстро делаете, это приятно, что не нужно там годами ждать, пока вы это исправите. Быстро, оперативно. Главное, что девушка любезно согласилась подождать. И мы сейчас все эти отдельные незначительные дефекты устраняем. И я надеюсь, девушка идет получать ключи. В торжественной обстановке. Что это за блокиратор? А, блокиратор не работает. Это вот этот. Не работает? Не срабатывает, если быть точным. А, на этот. Специалист уже... Вообще, сейчас... Он ждет команду. Вот он здесь. Я верю, да. Он ждет команду. Я больше его... Помогите. Крыли мне. Да, это было бы. К нему есть вопросы. Сейчас он лучше чуть-чуть. Он какой-то плотный. Вот нажимаешь вниз, он там не без себя самым. Ну, тем. И при входе такая же фигня. Мешок там видели, который засунули? Камера вниз. А там мешок засунули. Внизу там куча грязи. Там складки, сдиры, затертости, нарушения текстуры, загрязнения. Какие-то моменты можно просто оттереть. А какие-то там тоже необходимо будет либо разглаживать, либо переклеивать, либо перекрашивать. Ну, как бы вот по всей квартире малярка больше всего это корридорно страдает. Небольшое количество существенных замечаний. Наиболее значимые дефекты, это, наверное, дефекты по электроснабжению. Да, касаемо фурнитуры, это мелкие моменты. И касаемо напряжения группы комнаты, где не работает ни одна из розеток. По сантехнике все хорошо, без протечек. По вентиляции все в порядке. Даже в такую погоду она работает, каналы не забиты. Геометрия. Небольшие перепады пола и стен. Нам это не существенно. По окнам все стеклопакеты целые. Окна установлены по уровню. Регулировку, пластик, резинки, уплотнители. Все устраняют на месте. Касаемо отделочных работ. Плотницкие работы выполнены хорошо. Там пару сколов на дверях. Завал полотна подрегулировать в комнате. Ламинат, плинтуса хорошо. В нескольких местах поджать. Без дуть и без трещин. Касаемо малярных работ. Очень-очень много недостатков. Повреждения, загрязнения и так далее. Отсюда видно купола. И крутятся там специальные аэродинамические лопасти. Которые за счет потока воздуха раскручиваются. Создают в шахте избыточное давление. Когда жаркая погода, воздух уходит лучше. И шахт, скорее всего, поэтому здесь все и работает. Юля, вы счастливы покупать квартиры в полисе Приморский 2. Расскажите Ваше впечатление о доме, дворе и Вашей квартире. Общие впечатления у меня очень положительные. Есть, конечно, недочеты, есть минусы. Но они устраняют их абсолютно сразу. А вот самая критичная для меня проблема – это электрика. Она абсолютно не работает во всей комнате в спальне. Поэтому если ее устранят, то будет хорошо. Но по секрету меня на самом деле забрали за куток и сказали, дайте нам дня 4. Но я что-то переживаю, что на самом деле могут это не сделать. Поэтому очень хочу, чтобы сегодня все устранили. А так, в общем, все классно. По двору мне в том числе все нравится. Супер. За все время. Поэтому не такая сумма большая. Учитывая еще и стоимость квартиры, это даже не один процент. Потому что один человек все обсмотреть точно не может. Вот вы не жалеете, что вы за 3200 заказали себе приемку квартиры? Нет, абсолютно. Потому что 3200 экономит вообще. В любом случае сэкономите. Я бы точно не увидела очень многих моментов, которые скрыты. У вас нет специализированного образования, нет вот такого количества специального инструмента, познания в области. И поэтому, конечно, каждый... Мы же за дому, когда идем, мы же не говорим, типа, да, я там сам все зубы насверлю. Мы платим за это мастеру, поэтому здесь тоже должен быть мастер. Вангард, что важно понять, это или контакт отошел, или где-то пробито. Ну, кстати, да, получается, что это вообще вся парковка здесь больше нет. При том, что здесь, скорее всего, паркуются еще ближайшие дома, которые уже действуют не один год. Потому что у них там все. Но сейчас там все применять здесь, я не знаю, где будет парковаться, пока паркинг не откроется. Очень круто, кстати, что у нас двор прям закрытый. У нас даже для разгрышки никто не заезжает. Это вообще класс. Ну да, согласен. С высоты двор хорошо смутится. То есть они вот постарались, но по мне деревьев, конечно, маловато. Хотелось бы побольше. А так все чистенько, хорошо сделают. Травка везде есть. Вот видите, подходы как раз к фитнес-клубу будут. Что, что будут? Разрыли как раз подходы. Это куда? Это к фитнес-клубу как раз будут подходы, я так понимаю. Хотя где там подходить, как они сделали? Правильно сделали, потому что все равно будут все ходить. Конечно. Это есть такое. Ну, тут тоже видны элементы есть. Например, углы не ровные. Они немножко их скосили, потому что они всегда углы срезают и все затаптывают. Он, например, меня добивает, почему нельзя было сделать все в уровне землей. Зачем этот трехэтажный пандус? Тоже такой, конечно. Есть? Выключить. На самый верх. Посмотрим самый последний этаж. Вот этот цвет красивенький. Но вот эта шкурка мне не нравится лично. Если бы были просто гладкие стены, они смотрели бы намного дороже, чем вот это просто напылили штукатурку с краской. Указатель есть в том, что девятый этаж. Ну, тут клининга, конечно, не хватает. Да? Да, но с учетом того, что я первая сейчас на этаже, может быть, все-таки... Не, ну, новый дом должен быть новый дом. Пока они там делают остальные квартиры. Так, на кровлю. Вот он, выход. Это управление лифтами. Пока еще без замков от управляющей компании. А, ну, тут все то же самое получается. Они тут крема смонтировали. Колпачки не сняли, душно очень. Он пойдет, все там открыто. Ну что, есть пожарные рукава? Да, нет? Та-дам! Есть! Ура! Вот так должно быть. Вот этого не должно быть. Потому что, если не дай бог ЧП, у тебя нет времени, чтобы это развязывать. Молодцы! И тут есть. Здесь, кстати, двери очень симпотно смотрятся, где коллекторная. То есть, вот так ее сделали, симпотно. И вот в цвет остальных дверей. Звонки на низком уровне. Удобно. Нумерация тоже такая стилизована. Все приятно. И указатель есть лифта. На каком он этаже, тоже по мне плюс. Я, кстати, вам хотела подсветить. У нас проблема по лифтам, в принципе, во всех парадных абсолютно. Те дома, которые, корпуса, которые сдались. Полис-2 или полис-1? Вот здесь, полис-2. Ну, в нашем корпусе нет, все в порядке. А остальные, получается, корпуса, там вообще не работают лифты. Они работают там в сутки пару часов. Все остальное время она не работает. Капец. И люди с тележками просто стоят вручную или поднимают, или ждут. На лестнице у них, получается, окна все глухие. И вот сейчас то, что пошел воздух, это то, что внизу открыли дверь, и открыт коридор и квартира. Из-за этого пошел хороший приток. Ну, кстати, здесь уже получше. Лестничные марши, они такие под отмытием, наверное, не такие грязные, как выше. Дверь приперли эмалью. Тут картонка, чтобы магнитка не сработала. Тут, конечно, все зацарапано. Полагающий строитель и застройщика. Мы выходим с вами во двор, трехэтажный пандус. Как вам двор? Симпатично. Да, и мы с вами... Так, мы с какой стороны смотрели, получается? Мы с той стороны смотрели, там как-то поскуднее. А вот здесь вот хорошо. И деревьев больше, чем на той стороне. Кстати, да, здесь чуть побольше, чем там. Да, да, да. А, мы с той стороны, да, вот там заходили. Паркинг у нас получается, кстати, спуск. Паркинг вот он. Где? Подземный у нас. А вот давайте вот здесь, может быть, тут открыто можно будет пройти. И вот там еще приемки открыты, тоже интересно посмотреть, что у них там. Не знаю, почему люканализация так высоко, могли бы в уровне сделать, конечно. Но, в принципе, с другой стороны даже в глаза особо не бросается. Тут какие-то цветочки. Ну, сделали приятно, молодцы, потому что некоторые вообще даже озеленение не делают. И здесь здорово, что начали вот у нас, как я в Беларуси, по-моему, снимал. У них очень много вот такой различной травы, вот эта с колосками. Смоется прикольно. Паркинг тоже не отмыт. Ох, закрыто, жаль. Эх. Так, при ямочек. Вот, кстати, когда свет вот такой темный, да, то сможешь, вроде все нормально, да? Ну, когда вот сюда смотришь, то вот здесь уже вот такие все, вот такие бугорки вот эти больше видно, когда свет не выпадает. Ну, в принципе, сделали хорошо, молодцы. Мне нравится, что большое количество стекол, то есть проемы достаточно большие. Это, получается, у всех... А, это и комнаты выхода, и лоджии. Угу. Ну, фасад нормальный. Наверное, на 30+, я бы сказал, да. Могли бы, конечно, поровне что-то сделать. Было бы лучше. Так, ну, тут вроде так все нормально. Не считая тут ржавчины на закладной. Можно спуститься. Тут следы влаги. Пыли строительной. Куда уходит влага тут? Не видно. Там рулетку кто-то оставил. Кстати, дырку пакетом заткнуло. Вот тут влага. Ох ты, комаров-то сколько, офигеть. В подвал было бы интересно спуститься, конечно. Там закрыто, да? Закрыто, да. Пойдемте, пройдем туда. Велопарковка. А вы колясочные видели? Нет. Очень большие. Большие, да? Да, очень большие. Я так быстро шел, не обратил внимания. Это хорошо, а то бывает, да, дома большие, а колясочные такие мелкие. Так, у нас еще тут открыто. Ох ты. Это шумоизоляция с ваших квартир, друзья. Целый сантиметр. Такая нормальная. Не из дешевых. Не самая дешевая, не базовая. Так, что у нас тут? Закрыто. Комаров много. Отсюда видим подвал сухой. Нигде влаги не видно. Здесь каким-то образом попадает вода. Ну и она просто высыхает, потому что и отсюда уходить никуда. Он еще не полностью заселен третий, второй, ну и первый он, буковка «Г» и четвертый. Ну вот я на свой взгляд скажу, что полюс достаточно неплохо. Что вот первый меня порадовал, что второй. Не сказать, конечно, ну, клинга им, конечно, не хватает. Но, в принципе, нет такого, как у многих, что прихожие вообще все не доделано. Гоголедные провода торчат. Здесь я такого пока не увидел. И дворы, хоть и для меня деревьев маловато, но дворы достаточно красивые, зеленые, большое расстояние между домами. Впечатление приятное. Стяжка тоже мокрая. Пойдемте. Мамочки. Не бойтесь. Подвал это же, понимаете, здесь инженерная система. Это одно из самых дорогих. Так, это еще куда-то вниз. Ну вот что, влаги не видно здесь нигде. Камера, интернет. Да, интернет. Провайдеры, да, вот нетлинг. Они закрывают свой карабатом. Дорогой оборудованный, чтобы никто не упер. Вот место для бомжей. Это что такое? Это вот у них такое проектное решение. Вот антенна, похоже, стоит. Тут мусор небольшой есть. Вот смотрите, здесь нормально. Здесь даже шумоизоляция есть. Холодная вода, горячая вода. Электрика. Вот тут выход электрики или соседний подъезд. А вот здесь видно, что вот они заделывали. Здесь была протечка, но вот видно, что сделали. Больше пока ничего мокрого нет. Специальным раствором туда проходит нас и загоняет, для того, чтобы протечек не было. Вот отсюда понятно, что потекало, но все замазано. Видно, что это давно было. Или, возможно, даже когда сверлили. Подвал высокий, грязный. Вот здесь, обращаю внимание, даже для трупа специально вот эти подпорки все есть. То есть маршрут проложили. То есть они не просто висят. Так, тут у нас открыто какое-то оборудование. Сейчас посмотрим. Ну, вот так, конечно, не должно быть. То есть здесь кто-то пришел, что-то косячил, вот так все бросил. А, нормально. Элтис. А, ну так это вот ваш скуд управления домофонами. Вот он, видите. Потом не удивляйтесь, что у вас, если что-то не работает. Ну, или если не работает, знаете, куда идти. И здесь аналогично. Почему это все открыто? Вот болтики лежат, конечно, не должно быть. А так, смотрите, сделано, ну, практически неплохо. Все в гофре, так четенько. О, вот здесь у нас тоже водичка подсекала. Вот это видно. И вот, чуть не знаю, доделывают они до конца это или нет. Пролоку в стене забыли. Так. Так, 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 так. А, ну вот соседняя секция. Так, тут выход. Слушайте, подвал хороший. Молодцы. И даже здесь есть пожарные рукава. Вот кому нужен герметик универсальный, он тоже здесь есть. И тут. Вот это вот с бетоном. Что-то не так пошло при заливке. А, это свет оттуда сверху, понятно. Слушайте, хороший подвал, молодцы. Так, должен быть погружной насос. Вот вода стоит. Но насоса я здесь не вижу. Просто испаряется. Ну, вот это, конечно, что-то так себе выглядит. Да? Такое елочное украшение. Ну, а так все неплохо. Видно, тут у них опалубку выдавило, и они потом это стесывали в бетон. Обычно этого нет. Прямо счастье. Не, ну да, ну, как бы, вот своим женским взглядом, ну, аккуратно сделано. Да, да, да. То есть нет такого, какого-то сможет, что там, что за фигня такая. Провода там не болтаются, дыр каких-то нет. Там трубы все в изоляции, все везде подписано. То есть, ну, нормально. И нет строительного мусора. Ну, да, тоже, да. Прямо вот явно. И мокрых стенок тоже, в принципе. Вот видно, да, что вот там где-то у них потекало, видно, что они это доделывали. Ну, вот такое ощущение, что это было уже давно. Вот свежего я такого ничего не вижу. Потому что вот у меня недавно вышел ролик про ЛСР элитный. Ну, там в подвале был полный трындец. Там какое-то такое ощущение, что все не доделано. Тут нормально. Такой полуподвал. Влага, понятно, где-то что-то прорвало, потому что он на высоком уровне. Тут не может быть протечек. Различное оборудование, вентиляция. Ну, да, что-то они тут то ли спускали, то ли мыли. Но вот здесь какая-то, знаете, такая разруха. Красоты я здесь пока не вижу. Такое ощущение, что, знаете, он еще не сдан, а еще его доделают. Хотя сдали в феврале этого года. Но только клапан должен быть вот этот закрыт. Вот он противопожарный. А может быть и открыт. Вот, кстати, знатоки, напишите, пожалуйста, должен быть этот клапан здесь открыт. Или он все-таки должен быть закрыт. Это у нас... Это... Нет, это не тепловой пункт. Насосный, наверное, да. Насосный расширительный бак там видно. По-хорошему он должен быть закрыт. А, и вот здесь, видите, оголенные провода видны. То есть что-то они здесь забыли подключить. Поэтому он, похоже, и открыт. Понятно. Ну-ка. Закрыто. Закрыто. Мы здесь. Постельнее можно? Нет, не открывается. Я шучу. Мне уже поплохело. Здесь еще другое уже оборудование. Ну, дворы на четверочку. Для меня большой плюс, что хотя бы есть трава. То есть они, знаете, сдают. А то приезжаешь, и они все не успевают это озеленение сделать. И думаешь, нафига вообще нас позвали. Это наши, кстати, тележки. Потому что, так как закрыт двор на въезд, соответственно, берем тележку. Стростроителем. Да. Берем не только строителям. Если доставка какая-то приехала. Под залог. И идем. Забираем. Все, что нужно. Вот у меня личное отторжение вообще никакого нет. Нормальный, симпатичный, жилой комплекс. Немножечко клининга. И, в принципе, все. Здесь пока перекрыто, потому что приемки еще. Да, еще столько на выход. Ну, вот по окнам видно, что клининга не хватает. А вот здесь они, по идее, на растеклопакеты уберут и сделают вверху, да? Да, 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 да. Нам говорили, что будет прям вход. Ну, смотрите, как они тут нормально все делают. И гидроизоляция есть. И ткань специально клали под газон, чтобы земля не уходила. Молодцы. Правда, там уже разметка была для автомобилей, но вот для паркинга. То есть паркинга там не будет, там будет фитнес-центр. Да. И самое интересное, в ноябре 23-го года получается, мне сказали, что подождите, сейчас выведут в продажу наземный паркинг. По итогу это все как-то застопорилось, звонила, писала. И чтобы не потерять вообще место в паркинге, я в ноябре его взяла в подземке. Вот. И он стоил 500 тысяч рублей. А сегодня эти же... 500 тысяч рублей, это круто. Да, круто. По сравнению с близлежащими, получается, стоящими домами ЖК. Вот. Сейчас эти же места 700 тысяч стоят, поэтому... Я, кстати, помню, да, что я когда общался с жителями Сариоста, с Модума, они покупают многие из них паркинг-места или в аренду берут в пользу, потому что он дешевле. Там разница почти в два раза. Да, да, да. Прилично. Ну да, там наземный тоже получается. Многоуровневый. Ну, так молодцы. Он там ромашки растут, травка, брусчаточка тебе, пожалуйста. Хорошо сделали. Здесь эти тоже вот красивенько. Столбики сразу поставили. Очень много инвалидных мест. 10% должно быть от всего. Да, вот получается. Ну, здесь, я не знаю, это, наверное, уже не наша территория считается. Скорее всего, не наша уже. Вот не знаю, это тяжело сказать. На той стороне тоже инвалидные. У нас же там в паркинге есть. То есть, соответственно, в паркинге тоже какое-то количество мест. Соответственно, они от общего числа берут и наземных, и подземных 10% и вот ставят. Ну, понятно, что все равно будут парковаться. Я, честно, на инвалидных никогда не паркуюсь, потому что бог его знает, кто должен приехать будет. И не очень бы хотелось. Помешать кому-нибудь. За СД, кстати, не очень прям слышно. Ну, вот звук такой есть, но тут далековато, да. Поэтому такого жуткого звука здесь не будет. То, что детский садик же, за ним школа, правильно? Да. Это тоже плюс. Это Арсенал строят. Вот, сад у нас сдают первого сентября. То есть, уже людям прям приглашение отправляют. Вот. Школа 25-й год получается. Следующий. Ну, мы в школу попали переводом с Красносельского района, солнечного города, в 573-ю. Ну, сказали, если бы не ваши пятерки, вас бы не взяли. А, учатся хорошо. По 36 человек. А почему солнечного города сюда именно переехали? С юга на север? А, я вообще жила всегда на Комендантском. Угу. И ощущается старость, скажем, района Красносельского. Не знаю, вот по ощущениям мне некомфортно там. Он классный, он зеленый, он чистый. Но Комендантский для меня более молодежный. Согласен, согласен. Мне комфортнее на севере. И я уже спустя 4 года после проживания в солнечном городе у меня все равно тянет сюда. И продали там квартиру и здесь купили. Вот. Ну, да. Поэтому круто. Ну, Приморский район же у нас считается в Ноксербурге самый, типа, экологический, чистый. Ну. Надеюсь, границу Финляндия откроют и здесь вообще будут быстренько доезжать. Это да. Заходы. КПП номер 2. Ой, вы знаете, кстати, первые дни, когда принимали квартиры, здесь очень строго было. Здесь прям проверяли договоры по долевому участию в строительстве. И только по ним пропускали, представляете? Ну, да. Это вообще. Сегодня мне просто открыли, говорят, продавцы. Ну, меня тоже ничего не спрашивали, да. Вот. А я иду такой, думаю, где что-то вход такой, смотрю только здесь, что-то попаду, ну, капец, конечно. Угу. У меня так молодцы даже, вот получается, вот эта горка паркинг, обычно она у всех пустует, здесь хотя бы травка есть. И дети обычно зимой катаются. Я бы, кстати, здесь бы, здесь можно, кстати, горку сделать сейчас для застройщиков, а я бы еще бы сделал такие, знаете, подиумы, ступеньки, где просто можно просто сидеть и потусоваться. Да. То есть было бы тоже приходить цветочки, можно в кадушечках деревья посадить, а то, получается, вроде место есть, а оно просто вот за этим бугеньким заборчиком, кстати, держится он тут, нет. А то, помню, в Первом Приморском там местами. О, в общем, аналогично. Так, в смысле, можно сюда пройти? Тут открыто. Ага, это управляющая компания, понятно. Кстати, места по сравнению с Солнечным городом больше, потому что у нас там, вы когда снимали обзор по восьмиэтажкам, бело-ранжевым… Там же, получается, вот один заезд, вот так. Да, 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 и все жаловались, что машины даже не могли проехать, ну, то есть по расстоянию. Ну, да, там, получается, здесь и заезд, и выезд отдельно, а там и заезд, и выезд, это все одно. Да, да, да. Протечек не видно. Ну, пахнет сильно влажностью. Вон там, скорее всего, вот как раз такие протечки. Ну, вот здесь вот такое было, видно, что да, что-то такое ощущение, что вот они доделывали, да? Да. Ну, знаете, мы с вами в какую-то заброшку зашли, да? Угу. Есть такое? То есть паркинг что-то здесь… Да, вот здесь как раз стекло, вот они все это исправляли, причем так солидно, я смотрю, стекло. Из плюсов, что на выезде вот эта штука стоит, чтобы сразу было видно, где чего и что, потому что вот столько ворот, дверь закрыта. Да. Ох, ну что такое? У нас спуск прям на нулевой этаж, получается, с дома. С дома же не спуститься в паркинг. Только, получается, на лифте не спуститься вниз. На лифте. А, спуститься можно. Да. Хорошо. Так, может быть, вот эта дверь открыта. Да. А, я немножко не поняла, это у нас… А, это дверь. Ну, вот это, получается, это заезд. Ну, заезд, смотрите, какой. Вот, например, вот ты спускаешься, да, и у тебя вот такой по 90 градусов резкий поворот. То есть, конечно, как-то, ну, специфически сделано. По-хорошему, то, что вот нужно направо, вот сюда заезжать будет удобно и выезжать. А вот отсюда, только если выезжать… А, то есть там, получается, с разных просто частей… Ну, да, здесь же несколько литеров. Да, да, да. Потому что вот по стрелке, если смотреть здесь прямо и направо, то вот сюда поворачивать будет очень некомфортно. Согласны? Угу. Мусор оставить, да, по-тонкам. Поликлиника где пустырь? Да, 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 да. Большая городская поликлиника будет. Когда обещают? К 25-му. Есть сомнения, конечно, но… Ну, что-то пока здесь ничего не будет. Но, тем не менее, она будет. То есть, здесь этот участок не застроят домами, что не будет окна в окна. Угу. И нас, честно говоря, смущает, что нет подъездов с той стороны, с той стороны, именно на Арцуловскую. То есть нам не пройти, вот, допустим, к школе, да, куда мы, собственно, ходить будем. То есть, получается, по кругу объезжать. Да. Здесь мы тоже видим, что у нас открыт демонтаж у них плитки. Видно, ее побили, они поэтому меняют. Но тоже, вот, видно, влага стоит. Ну-ка, как сделаем-то? Ну, утеплитель здесь достаточно старый, выжженный солнцем, смонтированным, все криво-косо. Хотелось бы, конечно, чтобы это было ровно и хорошо. Палок уже паутинку сплел. Закрыто. Здесь тоже то ли сломали строительство, то ли еще что-то. Здесь первого этажа будет коммерция. С той стороны четвертый корпус, где подъезжать на автомобилях, там тоже коммерция. Мой корпус третий и второй. Они без коммерции. Ну, что радует на самом деле. Нет, ну, знаете, когда у тебя большой комплекс и есть коммерция, я считаю, это плюс. Да, но когда в твоем именно корпусе, это не совсем плюс. Потому что есть сребление. Большое количество людей разных будет ходить, когда откроется красное-белое, прям там же будут пить все, что там купили. Ну, тоже, да, вот. Почему вот это не отмыть, по-моему? Проход запрещен. Вот, колясочные. Ну, то есть они достаточно большие. Да, ну, мы не зайдем, скорее всего. Потому что закрыт еще кашпись. Ну, такая приличная здесь, наверное, по 25 метров. Да, у нас там точно такая же. Так, это мусоросборочная камера, интересно. Кстати, да, куда мусор выбросовут? А, у нас, да, тоже вообще борьба идет сейчас, ну, у тех жителей, кто уже заселился. Что непонятно, вот эти вот камеры сборные, только здесь одна стоит, получается, и все. Вот, в общем-то. Ну, это подстроительная, в принципе. Да, да, это все, больше ничего нет. А, бытовой, вот она, я вижу, трехэтажный, вот это высоченный. Да, но... Подождите, у вас в домах нет мусоросбора? Нет, нет. Хоть это хорошо. Потому что, по мне, это дебильное решение, мусор выбрасывать прямо внутрь дома. Мы его все из дома выносим, и выносим опять потом в дом вообще. Жесть какая-то. Да и заразу разводить в виде. А здесь вообще тише стало, потому что дома отражают все звуки, вообще тишина. А что жители в чате пишут? Как им в полисе втором заживется? Да, все нравится, но пока непонятно с управляющей компанией, потому что все отказываются подписывать договор с ними. Нарекания уже какие-то есть? Нарекания, да, в том числе по реакции тех же самых лифтов, да, которые у нас не работают стабильно каждый день. Вот, у людей как раз заселение, а как это все на себя тащить и вести? Да, на 12 этаж там тащить еще цемент не очень хочется. Ну, такое счастье. Сигнализация уже как-то сработала. Ночью причем. То есть она всю ночь работала до 7 утра, и никто не реагировал на нее. Управляющая компания, в принципе, не брала трубку после пары звонков. О, открыто. Можно зайти посмотреть. Пятый подъезд. Да, какие-то, кстати, секции сданы в этом корпусе. Ну, а здесь тоже, да, заходишь, а у нас нет щетки, которую вытирает ноги. Так, ок, смотрите, какая здесь отделка-то совсем другая. Приятная, да? Согласитесь, сразу вот такой, ох, богаче. Полис Приморский 2. Вот здесь не хотелось бы, чтобы, как-нибудь, хотят, не знаю, танк бы натянули бы или забрало поставили бы. Так, в принципе, неплохо. Грилята наверху. Это колясочная должна быть. О, ну, а тут маленькая. В общем, кому-то повезло, кому-то нет. Воздух из-за. Да, у нас большая. Это хорошо, конечно. Тут мрамор везде. Ну, вот это, конечно, сразу весь приятное впечатление портит. И вот это тоже, конечно. Почему нельзя было забрало в цвет стен покрасить? Вот, в общем-то, не работает. Бывает так, знаете, что управляющая компания один лифт отключает, чтобы его строители не убили. Да, все верно. Но когда начинается движение, активное заселение, он просто вырубается. Он не справляется абсолютно. Здесь у нас выход во двор. Здесь тоже у нас нет этой щетки, которую вытирать надо еще. А здесь строители, смотрите, что забыли. Ухо вкрутили в стены, то есть что-то у них здесь было, висело, не знаю. А вот кнопочка есть. Да-да-да, я вижу. А пойдемте наверх поднимемся, посмотрим, что у них тут. Интересно же. Ну, вот лифт как раз едет. Так, что еще есть? Указатели сетажности. Указатели сетажности со 2 по 12 номерации квартир. Подсветочка. Так, красивенько. Ну-ка. О-хо-хо, полис, красавчики. Вот здесь только почему-то... А, нет, зуми работает, все хорошо. А здесь лифты расположены так, как вам более симпатично, когда вы рассказываете в обзорах. Вот, в нашей парадной как раз-таки он идет... Ну, вот когда ты заходишь, он получается как трамвай вот туда, то есть ты не притащишь двухметровую, там, не знаю, какую-нибудь палку, там, весло какое-нибудь, и тебе вот его раз, и все. А те, получается, наискослки, они поэтому все лифтовые кабины побитые. А с застройщиком, понятно, они так и вместо экономят. Тут у нас вот красивая отделка, которую еще не закрыли, и зеркало, на полу полированный гранит, здесь душновато. Ну, зато такой экранчик симпатный, то это реклама, не знаю, что-то у них тут такое. Смотрится, кстати, красивее. Получше, чем, кстати, отисы, потому что отисы как-то они так старомодные, вот этот синий цвет с белыми цифрками. Изменятся, потому что люди... 12-й этаж. Ну да, не хочется без лифта. Люди стрессуют и негативят, особенно на верхнем этаже. Ну да, да, кстати, вот здесь слышите, да, звук? Ну, так не должно-то сегодня настроить. Здесь мы видим, что еще вот только все окрасили, еще вот малярный скотч. Даже не засох 12-й этаж. Ничего не вынесли, ничего не убрали, но зато сдали. Колпачки защитные оставили, забрало. Тут, кстати, вроде... Да, ничего, даже смонтировано. Пену надо было только хотя бы, нельзя, подкрасить, что ли, что ли, не торчит. Так. Коридор. Тут дверь вынесли, можно зайти посмотреть. А здесь больше квартир, да, получается. А, он угловым идет. Раз, два, три. Он буковка Г здесь, да? Да, да, да. Тук-тук есть тоже живой. Квартиры здесь можно посмотреть. Ну вот видно, да, как стены шпаклюют. Он, смотрите. Качество. И вот потом сверху клеят прям вот на это все обои. Кто-то закрывается наличником, потом мы это ничего не видим. То есть, получается, вот на эту стену нам еще нужно зашпатлевать, да, вот если на людей... Нет, нет, вот штукатурка, вот она, а вот шпаклевка. Вот я просто вот это, видите, вот, как это качественно. А потом мы удивляемся, почему у нас с обоями что-то. Вот сами обои, обычные обои под окраску. Если их красить на специальный клей, то, в принципе, их можно даже не окрашивать. И то, что вот у вас там забито вот это все, ну, это трындец, конечно. Я не знаю, что они... У меня такое ощущение, что они когда шпателем все выглаживают, то есть, они сильно жмут, и рисунок принимается. Это студия. Высота чувствуется, кстати. Да, вот, кстати, здесь вот больше, да, или нет? Угу. Есть такое ощущение, что здесь высоты больше. Ну-ка. У меня же есть суперинструкция. Ох, да, а тут вид, смотрите, какой тоже классный. 3.30 заявлено вообще. На последних, да? Да, да. Так. 3.30, да, 31 даже. Слушайте, мне кажется, криво балконное получается. Нет? Плинтус? Не плинтус, а вообще. Здесь он вниз уходит. Ну, такое ощущение есть, да. Да? И причем, например, плинтус, то есть, его целиком не хватило длины. Вот они вот так подрезали, это сразу в глаза бросается. То есть, ну, я не знаю, почему. Как-то, ну, надо было посимпотнее делать. Тут прям посередине подрезали тоже как-то так себе очень. О, а здесь уже вентиляция, смотрите, с моторчиком. Электрическая. Ох, а отсюда-то вид просто шикарнейший. О, да, вот здесь она такая видовая получается. Красиво, да? Ну, грязно. Слушайте, лахту видно даже. Лахту видно немножко. Студия, да, компактная душевая кабинка. Ну, тут санузел. Ну-ка. Коммуникация зашивает. Ну, тоже так. А, стиралка сюда ставит. Ну, понятно. Вот сюда еще и поставишь вообще. Места мало. Тут вот, на что что-то у них пошло не так. Вот они плитку все позбивали. А вот это, вот смотрите, Юля, как делают качественно. Вот это лучшая подрезка. А потом вот так закроют. А все равно не видно, поэтому можно и вот так. Вот здесь просто герметиком почему-то прошли. А, это они на герметик приклеили и на лишний. Которывали, понятно. Ну, так себе, конечно. Просто обычно, знаете, когда ты сам себе строишь, надо делать все так, чтобы минимизировать в дальнейшем уборку дополнительную, переделки. А тут, похоже, делал один одно, второе, второе. Обои вот тут тоже под заляпами. Ну, вот такой, конечно, вид себе. Пойдем чуть-чуть еще за один посмотрим. Интересно же. Ну-ка, тут открыто. О, тут открыто. Коллекторная. Да. Тут водичка, я видимо, потекло. Вот, щетчики на тепло. Держится крепко. Тут даже стяжечка есть. Теплоизоляция, сбросы воздуха. Краны, кстати, нормальные, не из дешевых стоят, как это обычно бывает. Тут только ее надо почистить от грязи, а так нормально все. Так. Здесь еще, вот еще целое. Секция квартир. Ну-ка. О, все на месте. Никто ничего не украл. Молодцы. Тук-тук, добрый день. Здравствуйте, мы зайдем. Ну, а что-то здесь тоже. Вот тут свет есть. Ну, да, получается, подключение стиралки, душевая кабинка. Плитку проверяли, специальная штука. Вот тоже, да, вот все вот так засирает, а потом удивляемся, почему с лифами работают. Полотенчика, электрика, инженерные системы. Такое ощущение, что вот они сделали, что-то переделывают, да, что-то не так у них пошло. Да, причем она как бы готовая. Ну, да, да. Ну, видите, смотри, какая качественная шпаклевка, что она прям с собой не отваляется. А потом так же заклеют, и все. Никто там не будет что-то переделывать, я полагаю. Ну, тут тоже, да, ровно, конечно, судьба была сделать. Двери аналогичные. Когда если в аренду сдавать, то тебе, в принципе, и менять не нужно. А для себя, конечно, дверь-то такая. Мне, во-первых, не нравится то, что есть один замок. Да, да, да. Потому что когда есть замок вот обычный такой, второй-то цувальник, кажется, называется, да, если не ошибаюсь, то хотя бы какая-то там защищенность есть, а тут что, один замок и все, классический. Хотя, может быть, это мое такое предвзятое отношение. Раньше, по-моему, тоже, знаете, любили квартиры, помните, делать, когда две двери все ставили? То есть здесь и здесь была дверь в советское время, и эту закрывали, и эту закрывали, боялись. Ну, тоже забрало бы, стояло бы, было бы посимпотнее, это, конечно. Тук, я ваш лучший друг. Есть кто в домике? Ну, тоже, вместо прихожей тут вообще какой-то закуточек. Вот здесь, похоже, клеят прямо обои, вот на этом мажут. Это кухня. Ну, вот, кстати, смотрите, кухня вроде такая немаленькая, но света реально очень мало. А у вас там три световых проема, у вас там света, конечно, много. Тут вообще, получается, даже коридора просто нет, я даже не знаю, вот куда ставить шкаф. Вот сразу комната начинается, то есть тренировка такая специфическая. Ну да, вот здесь тоже что-то. Ну, здесь точно не поставить шкаф, потому что, как бы, счетчики их не закрыли. Ну, это и дело, да, сюда только, не знаю, вот тумбочку вниз сюда поставить. Вот сюда, наверное, какое-то. Ну, прям совсем маленький. А зато отсюда, смотрите, вид какой прикольный. Красота. Поликлиника где пустырь? Да, 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 большая городская поликлиника будет. Когда обещают? К 25-му. Стройка справа не то, что не идет, там вообще никого не видно. Санузел, ну, здесь вот, видите, то гипсокартон они поснимали, потому что что-то здесь у застройщика пошло не так. Где-то они тут, друзья, косанули. Ну, тоже, например, саморез должен быть вкручен туда в гипсокартон. Вот, вот, как вот этот, а здесь они его так не вкрутили. И тоже, ну, вот, сами оцените, вот это мне лично это не нравится. Считаю, что это халтура. Пишите в комментариях, как вам жилой комплекс Полис Приморский-2. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok